При первом прослушивании вопросов «что, где, когда» кажется, что ответить на них невозможно. Но опытные игроки знают, что важна сама формулировка, ведь в ней можно увидеть ключевые слова, которые подскажут ответ, который вполне можно найти за минуту. Команда Самарского университета «Королевские особи» смогла найти 22 ответа из 36 вопросов, как и еще одна команда. Но благодаря дополнительным показателям стала чемпионом области среди студентов по спортивной разновидности этой интеллектуальной игры. Каждый игрок ценен, и если нет одного какого-то элемента, то механизм не работает. У каждого своя задача, у каждого своя роль, и вот поэтому это командная игра. Один человек на столько вопросов никогда бы не ответил, но мы вместе, поэтому мы первые. Победители давно тренируются, поэтому они знают, кто на что способен в команде и всегда готовы к тому, как будет проходить обсуждение вопросов. Нам тренер выбирает вопросы, мы их решаем, ну и если мы не можем дать ответ, он начинает нам намекать каким-то образом. Он потихонечку, он все ближе к ответу, и в итоге, ну, либо мы сами взяли за минуту, либо за пять минут сами взяли, либо он нам где-то подсказал. В любом случае сами. В любом случае надо понимать, сколько вопросов, и вот как раз это и помогает. Всего за победу боролась 21 команда, представляющая вузы, колледжи и техникумы региона. Сначала ребята прошли отбор в своих учебных заведениях, затем сражались в полуфинале, а теперь демонстрировали свои знания, находчивость и смекалку среди лучших в регионе. Вопросы для студентов готовили настоящие знатоки клуба «Что, где, когда». Сегодня у нас задание прислал наш окружной куратор, соответственно, команда из Саранска. Именно они старались и трудились над этим пакетом. Но, как я хотел бы заметить, что этот пакет получился, наверное, среднего уровня. Так, потому что ребята, ну, либо наши ребята стали гораздо умнее за прошедший год, потому что они сейчас берут гораздо больше вопросов. Этот турнир при поддержке проекта IQ Самара прошел во второй раз. Специалисты Министерства молодежной политики регулярно проводят целый комплекс мероприятий, направленный на развитие интеллектуальных способностей молодых людей. Здесь не только игры и викторины, но и обучающие семинары, мастер-классы и встречи с профессиональными спикерами. В течение года проходит огромное количество турниров, кубков. И вот по «Что, где, когда» это только начало сезона. Мы сейчас будем в течение всего года играть здесь у нас в регионе. И в этом году мы, увидев в том году от молодых ребят отклик, этот проект продолжаем. Он становится традиционным. И, конечно же, мы видим интерес ребят к интеллектуальным направлениям и творчеству, и интеллектуальным направлениям развития. Теперь победители отправятся в Саранск, чтобы представлять регион на окружном этапе, сражаясь с лучшими командами со всего Приволжского федерального округа. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова